Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение предмета под названием вспомогательные исторические дисциплины. Сегодня наша предпоследняя 14 лекция, так же как и следующая 15 заключительная, она будет посещена теме Геральдика. И сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса. Геральдика как специальная историческая дисциплина и происхождение гербов. Таким образом, цель нашего занятия рассмотреть Геральдику как науку, как вспомогательную историческую дисциплину или специальную историческую дисциплину и поговорить об истории происхождения гербов. Начнем с определения. Итак, Геральдика от латинского слова фералдус, глахатай, это гербоведение, истоки которого связаны с татимизмом. Члены рода, имевшего своим поколителем зверя-сородича-прародителя в качестве амулета или оберега, носили его изображение. Это могло быть изображение целиком, его какая-то часть, след и так далее. С появлением территориальных образований, знак главного рода становился общим для данного сообщества. Родовые символы наносились также на щиты и шлемы воинов, как защита оберег и средства устрашения врага. Итак, Геральдика наука о гербах. Так кратко можно характеризовать эту историческую дисциплину. Однако, значение Геральдики далеко выходит за рамки простого изучения гербов. Она является также основополагающим источником правил использования так называемых геральдических символов. В частности, кроме гербов, Геральдика отвечает также и за эмблемы, флаги, вымпелы и прочие знаки отличия, кроме современных военных знаков. К геральдическим знакам относятся и символы государственной власти, герб и флаг. Мы уже упомянули о том, что родовые знаки символа называются тотемами. Они самые близкие родственники гербов. Термин тотем происходит из Северной Америки. И на языке индейцев в Аджибве слово «отто тем» означает понятие «его род». Обычай тотемизма состоит в избрании родом или племенем какого-либо животного или растения в качестве прародителя и покровителя, от которого все члены племени ведут свое происхождение. Вот в древности люди так и говорили. Я представитель рода медведя, допустим, я представитель рода оленей и так далее. Этот обычай существовал у древних народов, однако и в наши дни принес среди племен ведущих практически первобытный образ жизни. Кстати, у древних славян тоже были тотемы, священные животные, деревья, растения, вот названия которых, как предполагается, происходят некоторые современные русские фамилии. Среди азиатских народов тюркского и монгольского происхождения существует аналогичный обычай тамга. Тамга это знак родовой принадлежности, изображение животного, птицы или оружия, принимаемого каждым племенем в качестве символа, который изображается на знаменах, эмблемах, выжигается на шкуре животных, а также наносится на тело. У киргизов, к примеру, существует предание, что тамги были присвоены отдельным родом самим Чингисханам вместе с урунами, боевыми кличами, которые использовались европейскими рыцарями, из-за чего попали затем на гербы в виде девизов. Геральдические традиции начали зарождаться в Европе после первого крестового похода. Это, как вы помните, самый конец XI века. Тогда на заре эпох возникла насущная проблема. Опознать рыцаря в доспехах было невозможно, а участники похода из разных стран часто не знали друг друга в лицо. Дабы избежать путаницы, многие дворяне стали наносить на щиты и доспехи различные символы, позже сформировавшиеся в гербы. Постепенно различные сочетания символов на гербах сформировались в особый знак, где каждый символ был наполнен смыслом и имел определенное значение. Теперь, кто такие герольды? Об институте герольдов мы более подробно поговорим на следующей заключительной лекции. Мы будем говорить о теоретической геральдике и о роли герольдов в средние века. Пока же вкратце. Герольды систематизировали знания о гербах, вырабатывали общие принципы и правила их составления и распознавания. И в конечном счете создали науку гербоведения или геральдику. Существует два варианта происхождения терминов геральдика и герольд. От позднелатинского хералдика, от слова хераллюс глашатай, или от немецкого херальд, исковеркано херальд, ветеран. Так называли в Германии в средние века людей, имевших репутацию в доблестных и храбрых воинах, приглашавшихся в качестве почетных гостей и судей на различные торжества и в частности на рыцарские турниры. Эти ветераны должны были сохранять обычаи рыцарства, вырабатывать правила турниров, а также следить за их соблюдением. Особое значение гербы-символы получили во время крестовых походов, это, как мы уже упоминали, XI-XII века, приобретая значение индивидуального определительного знака. Позже такой герб удостоверял личность и происхождение рыцаря. Чтением и объяснением гербов занимались герольды, они же составляли гербы, вырабатывали специальные правила составления. В гербе могло отражаться и происхождение рыцаря. Право на герб передавалось по наследству. Являясь символом суверенного владельца, герб изображался на знаменах, печатях и монетах. При матримониальном союзе герб иногда изменялся, включая в себя составляющие женского герба. В некоторых странах Европы герб сохранил характер родового знака, происходящего от изображения на знамени, вокруг которого объединились все родственники и соседи. Число таких знамен было постоянным, около 300, и лица, получавшие дворянство, приписывались к одному из существующих. Более подробно мы об этом поговорим на следующей лекции. Сейчас хотелось бы напомнить о том, что в древности вот эти татемы были очень распространены. Они сохраняются у тех народов, которые до сих пор хранят обычаи, традиции. В частности, на территории Северной Америки очень много индийских татемов существует в разных местах, в частности, в индийских резервациях. И некоторые современные города, университеты, в знак памяти того, что они помнят, на чьей земле они находятся, устанавливают на своей территории огромные и большие деревянные татемы, на которых изображение тех животных, родом которого арестовали себя местные индейцы. Кстати, на территории Стэнфордского университета таких татемных знаков несколько, наверное, где-то в районе десятка. Вы можете это увидеть на официальном сайте Стэнфордского университета. Это один из моментов, которыми Стэнфорд гордится. И в заключение список рекомендуемой литературы. Помимо учебников и пособий общего порядка в известной книге Леонтьева, Шорина и Кобрина «Вспомогательные исторические дисциплины» Москва, 2015 год издания, учебного пособия римского «Вспомогательные исторические дисциплины» Москва, 2006 года, Особый интерес в плане изучения Геральдики представляет книга Леонтьевой «Палеография, хронология, археография и Геральдика. Москва, 2000 год издания». Эта книга, если не ошибаюсь, имеется в библиотеке нашего исторического факультета. Также есть учебное пособие для студентов «Вспомогательные исторические дисциплины» Абрамовой Москва, 2011 год и «Палеография, археография, хронология, Геральдика и системы социального этикета. Электронное приложение к учебнику «Вспомогательные исторические дисциплины». Это электронный ресурс. Время и место его появления Москва, 2015 год. Есть время поговорить о глоссарии и о контрольных вопросах к данной лекции. Итак, глоссарий. Первый термин – Геральдика. Геральдик – это, во-первых, историческая наука, гербоведение. Во-вторых, это система гербов и знаний о них. Итак, запомните, у термина Геральдика есть два определения. Геральдика как наука, как гербоведение, и как специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов. А также это система гербов и знаний о них. Название этой «Вспомогательной исторической дисциплины» происходит от латинского слова «Heraldus» – «Glashatai». Тот, кто объявлял звание, титулы того или иного рыцаря, участвовавшего в средневековом рыцарском тунире. Основным объектом геральдического исследования является герб. Вот на следующей лекции мы с вами разберем, какие составляющие есть у герба, что такое навершие и так далее, то есть из каких частей, компонентов состоит тот или иной герб. Может быть, даже вы получите задание на семинаре или во время самостоятельной работы, попытаться создать герб своей семьи, допустим, или нашего факультета, или нашего университета. Это будет зависеть, наверное, от ваших творческих способностей, желаний, времени, конец семестра. И еще одно определение из глоссария. В рамках геральдики в последнее время формируется новая вспомогательная историческая дисциплина – вексилография. Запомните, пожалуйста, ребята, вексилография. От латинского слова «вексилум» – «знамя». Это наука об изучении знаменов, знамен, штандартов, хоругвий, то есть всего, что носят на древках, все, что является таким символом. Знамя, как вы понимаете, это символ воинской части, это символ государства, это символ города, университета, чего угодно. То есть вексилография – это часть геральдики и в какой-то мере это самостоятельная уже историческая дисциплина, которая из геральдики постепенно выделяется. Запомните, вексилография – наука об изучении знамен. И теперь несколько вопросов для закрепления. Первый. Почему в изображениях татемов исследователи видят прообразы герба? Второй вопрос. Чем геральдика отличается от эмблематики? Это проблемный вопрос. Вам нужно найти определение эмблематики. Определение геральдики вы сегодня получили, не одно. И попытаться сравнить, и ответить, подумать, как вы бы ответили на этот довольно сложный вопрос. Повторюсь. Чем геральдика отличается от эмблематики? Следующий вопрос. Когда возникла геральдика? И кто такие герольды, собственно говоря? А здесь же близкий к этому такой родственный вопрос, продолжающий эту тему. Когда и с какой целью был сформирован институт герольда? И, наконец, последний вопрос для закрепления. Что такое вексилография? Мы только что об этом говорили. Я надеюсь, вы успешно справитесь с этим вопросом. Итак, у нас осталась одна последняя лекция. Лекция номер 15, на которой мы с вами через неделю будем говорить о теоретической геральдике, о том, из каких компонентов состоит САТ от гербы, а также о гербах современных городов, университетов. Вы узнаете, что было изображено на гербе древних Афин, Родоса, Харинфа, что изображено на гербе было Византийской империи, какие символы были изображены на шлемах Александра Македонского, Ахиллеса. В общем, вас ждет очень интересная заключительная лекция по курсу вспомогательной исторической дисциплины. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok